Такой станцию Красноярск пока видели немногие обновленные платформы, на которых установлена современная навигация, электронные табло отправления и прибытия и, конечно, система безопасности. В общем, все для пассажиров. Были безумные очереди. Спустя неделю я приезжаю, беру билеты, мне говорят, обратитесь, возьмите талончик. Не проходит пяти минут, меня уже вызывают. В общем, меня все устраивает. Я, наверное, уже лет пять как не пользовался поездами. Ну, в принципе, тут по сравнению, допустим, с десятилетней давностью очень все хорошо стало. Тут как бы и Wi-Fi, как бы ремонт, ну, все нормально. Кстати, вот пример достаточно рационального оформления вот таких стоек. Здесь есть розетка, можно поставить заряжаться телефон. С другой стороны, кнопки вызова экстренных служб и диспетчера. Тут же небольшая интерактивная карта, где можно найти свое месторасположение, а также место, куда хочется попасть и проложить к нему маршрут. Само историческое здание Красноярского вокзала подсветили. На нем 650 ламп. И теперь его видно издалека всем и приезжающим сюда на ночной поезд, и тем, кто прибывает издалека на главную станцию в темное время суток. Специально к универсиаде на Красноярской железной дороге построили и модернизировали 28 пассажирских объектов, вокзалы, станции, платформы. Увеличилось количество остановочных пунктов в городской электричке. Теперь на ней, к примеру, можно добраться до Бобрового лога, Платинум-арены и Арены Север. К студенческим играм увеличат и количество рейсов, чтобы все могли без проблем доехать до местоназначения. Все это результат сотрудничества РЖД и краевых властей. Об этом и не только на встрече в Красноярске говорили губернатор Александр Ус и генеральный директор, председатель правления российских железных дорог Олег Белозеров. Мы договорились о совместном сотрудничестве, в том числе и с инвесторами. Это даст возможность и увеличить и региональный валовый продукт, и развить возможности железной дороги. Практически все направления мы обсудили, начиная от грузового движения, отдельные направления, как было сказано, и по новым кластерам, по новым отдельным проектам, и в том числе и по пассажирским перевозкам, которые здесь, очень приятно это видеть, интегрируются железнодорожные перевозки вместе с другими видами транспорта. И это заслуга администрации. Шла речь и о будущем. Сейчас в планах расширение железнодорожной инфраструктуры региона. В ближайшие годы в крае будут модернизированы старые и построены новые производства, которым необходима транспортная доступность. Есть и более масштабные планы, касающиеся развития железнодорожного сообщения, в том числе и на севере Красноярского края. Коль скоро в рамках проекта «Енисейская Сибирь» будет увеличена отгрузка из этой территории, дальнейшее развитие проекта городской электрички, она существенно изменила наши транспортные потоки. Но, естественно, не мог поблагодарить Олег Валентинович и его коллег за ту очень серьезную и финансоемкую работу, которая была проделана в связи с подготовкой универсиада. Краевые власти регулярно встречаются с руководством РЖД, чтобы, что называется, сверить часы, уточнить планы стратегического развития, дать старт новым проектам. И оценку такому сотрудничеству, по словам губернатора, можно дать только позитивную. Сергей Сеславин, Алексей Гусев, «Енисей», новости.